Джордж в те времена был еще скромен и застенчив, он зарделся и задрал ноги на кресло, а заметив, что бульдог не скрывает своего намерения. Полезть вслед за ними он перебрался на стол, где и уселся на корточки, охватив коленками руками. Потерпев неудачу с руками Джорджа, пёс, видимо, собрался утешиться моими, но я тоже полез на стол, присоединившись к Джорджу. Сидеть в течение долгого времени, согнув колени на шатком, одноногом столике, не ахти, как удобно, не ахти, особенно с непривычки, и мы оба сильно затасковали. Будить криками о помощи всю семью наших хозяев нам не хотелось, у нас была своя гордость, и мы опасались, что зрелище, которое мы собой представляли, сидя на столе, покажется этим малознакомым людям не слишком внушительным. В таком положении мы молча просидели около получаса, всё время чувствуя на себе укоризненный взгляд бульдога, устроившегося на соседнем кресле. Чуть только кто-нибудь из нас делал движение, как бы желая спуститься со стола, его взгляд загорался простодушным восторгом. Через полчаса мы принялись обсуждать, нецелесообразно ли рискнуть и перейти в наступление, но решили воздержаться. Никогда не следует, сказал Джордж, смешивать безрассудство с храбростью. Храбрость продолжал он. У Джорджа был дар говорить афоризмами. Есть мудрость зрелого возраста. Вот, а безрассудство порог юности. Он сказал, что пока этот пёс в комнате спустить ноги со стола, значит наглядно доказать наше безрассудство. В итоге мы обуздали себя и остались сидеть на столе. Прошло еще около часа, после чего нам до такой степени опротивила жизнь и наскучил голос мудрости, что мы пошли на риск. И набросив на подкараулившего нас убийцу скатерть, успели выскочить за дверь. Утром мы пожаловались нашей хозяйке, заявив, что нельзя же оставлять в живых помещениях свирепых хищников, и изложили ей вкратце, хоть и не совсем точно, что произошло. Вместо чуткого женского сочувствия, которого мы были вправе ожидать, старушка опустилась в кресло и залилась смехом. — Ха-ха-ха! — Как! — воскликнула она. — Неужели? Неужели вы испугались старичка Бузера? Да ведь он мухи не обидит, у него не осталось ни одного зуба у бедняжки. Мы его с ложечки кормим. Посмотрели бы вы, как кошка гоняет его с места на место. Жизнь ему стала в тягость, а к вам он, наверное, пришел приласкаться, привык, что все его жалеют.